Отлично! Все, значит, если меня видно и слышно, я вижу даже комментарий, поэтому мы с вами с Божьей помощью начнем. Ну, во-первых, тема, которую мы с вами выбрали, тема на ваше усмотрение, вы сами решите, она провокационная или нет. Но я бы назвал ее не то хорошей шана, еще и месяц тишей и некие отношения между супругами, между людьми. И мы с вами начнем. Ну, во-первых, мы находимся просто в преддверии самого великого дня, судного дня Рошешена. Суд это уже не слышно, как позитивно. Суд это всегда какое-то решение, тут не бывает ничего среднего, тут или да, или нет. Поэтому мы с вами приведем пример параметры месяца тишей. Вообще, параметры следующего года определяются в начале года. И, как ни странно, книга, я думаю, что древнейшая книга Кобылы, которая называется Ецира, она дает определение и параметры каждому месяцу. Мы каждый месяц живем со временем, время очень влияет на нас. Мы вряд ли влияем на него, но мы делаем время. Итак, параметр месяца тишрей, седьмого месяца. Хуш амишуш. Я специально говорю это на таком правильном языке, как написано. Хуш амишуш. Хуш это чувство. Вообще, чувство или талант, а тут даже не простой талант, это свойство месяца, оно позволяет нам схватить что-то от месяца. Знаете, всегда время, оно такая вещь, что ты должен как бы снять, зайти вот в этот поезд, который называется время, и взять что-то для себя. Так вот, осязание, это мишуш. Добавляют мудрецы последних поколений, что осязание, это еще связано с близостью, с сексуальной близостью. Буква месяца, буква ламет. Буква это тоже, я у вас, как говорится, в вашей группе первый раз говорю, но обычно, везде на своих лекциях, я всегда раз в месяц в рошходыш говорю вот такого типа вещи, параметры месяца. Так вот, буква ламет, это та буква, которая определяет месяц, так книга Ецира дает. Колено Израиля, это обязательный параметр. Колено Израиля в этом месяце Фраим. Орган тела, желчный пузырь и, естественно, знак зодиака или мозаль месяца весы. С весами все понятно. Честно вам скажу, все-все-все-все понятно. Почему? Потому что весы это суд, у кого больше, у кого меньше. Об этом мы не будем говорить. Мы с вами сегодня будем говорить про вот это вот отношение между мужчиной и женщиной, вплоть до очень близких отношений. Очень близких. Так вот, заметьте, что Роша Шана это начало всего. Теперь, если мы возьмем свойства месяца, близость, сексуальность и осязание, ну так в общем, это тоже начало мира. Весь мир начинается с какой заповеди? Правильно, Пру-Урву. В Торе это заповедь, плодитесь и размножайтесь, написано в первой главе месяца, в первой главе года, извините, мы фактически начинаем жить. Вот вместе с Тишей мы начинаем жить с Берешит. Это как бы, с одной стороны, завершающее, с другой стороны, начало. И вот мы начинаем жить после того, как мы были зачаты, после близости наших родителей. Это начало всех начал, и поэтому мы с вами должны рассмотреть, как вообще это чувство сексуальности, как оно работает. Я сейчас не буду вдаваться подробностям, мы все взрослые люди, но как оно должно работать между людьми, как вообще оно все идет. Если мы возьмем с вами все месяцы года и разделим на циферблат, вот возьмите, очень важно увидеть, что один месяц, который находится напротив другого, у них есть связь. Давайте вспомним знаменитый спор. Я постараюсь, кстати, в нашей беседе дотронуться и до вещей, которые знают Алмуды и Хахами, мудрецы, и простым людям постараемся связать эти вещи. Так вот, в Талмуде действительно есть спор. Когда начался мир? Он начался с месяца Ниссан или с месяца Тишрей? Обратите внимание, Каббала говорит, что месяц Ниссан соответствует колену Иуда и свойству, которое называется Дибур, речь. То есть, по мнению Талмуда, одному мнению Талмуда, одного из мудрецов, мир был создан именно сначала речь, а потом уже через, как говорится по циферблату, напротив речи стоит осязание. Другой мудрец говорит, нет, сначала осязание, сначала физические вещи, потом речь. Если мы вот переведем такой язык Каббалы, то, наверное, мы увидим великую вещь. Только с речи. Только речь. Только месяц Ниссан. Месяц Ниссан – это колено Иуды. Речь. Человек, который исправил себя речью. Он говорил, помните, из-за него фактически продали Иосифа, он же потом вступается за Бениамина. Это уникальный человек, который речью просто исправил все, что он сделал. Речь – это подготовка к сексуальности, к осязанию. Она налаживает связь. Речь налаживает связь между чем? Между душами. Это очень интересный момент. Если осязание, в принципе, это очень телесное свойство. Наверное, нет тут никакого человеческой силы важнее, чем осязание. Потому что даже вкус – это более личная вещь. Потому что на вкус и цвет, помните, товарищей нет и так далее. Сейчас корона, сейчас вкус, обоняние люди теряют, но осязание еще осталось. Обратите внимание, осязание, оно уникально чем? Тем, что ты дотрагиваешься, и ты чувствуешь кончиками пальцев. Кончики пальцев, давайте вспомним, что у нас есть в кончиках пальцев. Нефеш. Нефеш. Самый низкий уровень духовный, которым обладает душа. И вот нефеш – это великая вещь. Она передает импульс на сердце. Это руах, дух. И потом это все передается вот сюда, в голову, где есть нишама. И все вот с этого дела начинается. Поэтому это уникальность. И так просто для того, чтобы мы с вами познакомились. Потому что я вам скажу, что самое духовное чувство – это, конечно, обоняние. Оно не пострадало во время первого греха. Единственное чувство, которое не пострадало. Все остальное просто заполонилось злом. Но обоняние осталось. И вот сейчас, если мы смотрим, чем величие, в чем величие именно осязание? Именно в том, что ты чувствуешь физически другие вещи. Не себя. То есть это, наверное, после речи чувство первое, которое дает нам мир и нас этому миру как бы выкладывает. Мир чувствует нас, мы чувствуем мир. Так вот, для того, чтобы была связь с телом, должна быть обязательно связь с душой. Речь – это важнейшая вещь. Наши мудрецы, ну, я вам скажу честно, научился у многих мудрецов, когда ты даешь какие-то указания или советы молодежи сегодня, даже возьмите нерелигиозную молодежь, ты им просто объясняешь, для чего или почему не нужно какой-то телесный контакт до свадьбы. Почему? Ты можешь это объяснить на, знаете, таком уровне, простом, даже нерелигиозном. В тот момент, когда ты начинаешь все с осязания, когда ты начинаешь все с сексуальности, ты в этот момент берешь просто все остальные вещи и на второй план это все передаешь. То есть, ты не сможешь понять, с кем ты строишь жизнь. Ты не сможешь понять, кто будет твой супруг или супруга. Потому что вот эта вот прекрасная близость, заметим, она на первых порах всегда прекрасная практически у всех людей, вот эта близость, она затмевает собой истинные качества человека. Поэтому наши мудрецы говорят сначала речь, потом уже связь. Если наоборот, нужно будет многое исправлять потом. Хотя в этом мире, если честно, все фактически идет наоборот. Вначале, если мы даже посмотрим в жизни, вначале человек ренется в бой, только потом он подумает. Это то, о чем говорят, например, мудрецы хасидизма. Мне говорят, что мозг должен главствовать над сердцем. Сердце – это эмоции, мозг – это более высокий уровень души. Но мы очень часто берем все сердцем. И в этот момент мы понимаем, что даже в бизнесе, даже вот любое новшество, которое мы хотим ввести, какой-то принцип связи, который должен работать, также по этой схеме. Перед тем, как мы заключаем договор, перед тем, как мы становимся компаньонами, перед тем, как мы общаемся, знаете, даже на какой-то вот от слова «латус», я всегда смеюсь, говорю слово «тусовка» на русском языке, от слова «латус» на иврите, от слова «лететь», «взлетать». Так вот, когда мы общаемся, когда мы с кем-то сидим за столом, мы контактируем. Вот этот контакт, он обычно нас подталкивает к раскрытию. И очень часто мы потом жалеем, потому что мы должны понять, мы должны установить контакт духовный. Даже не духовный, душевный. Какие-то вещи должны быть, какая-то энергия. И желательно всегда, так говорят и психологи сегодня, и раввины, которые прошли специальные вот такие вещи, люди, которые хорошо знают Тору, они говорят и советуют, что любая вещь, любая связь должна рождаться за столом. То есть, когда люди сидят за столом, стол – это жертвенник. Жертвенник, он каким-то образом уменьшает твою гордыню. Ты вспоминаешь грех. Опять же, все это на уровне, может быть, где-то в глубине духовном, душевном и эмоциональном. То есть, где-то внутри. Может быть, даже ты не чувствуешь это, что ты хочешь. Но это влияет. Именно стол, какая-то еда. Еда, мы оставим это на название урока, я не ухожу от него. По поводу женщины, насколько она и так далее. Читали. Но я вот подвожу все к тому, что еда, например, это связующее между телом и душой. Потому что тело и душа – полностью противоположные вещи. Но это нам понадобится потом. Итак, осязание, контакт на святом языке имеет два слова. Есть слово, например, контакт будет как мага. Вот дотронуться, как на английском – touch. Теперь, если мы говорим на иврите нега, человек – нога. Человек дотронулся. Иногда это переводится как поразил. Напротив этого есть слово онег. Онег – это наслаждение. Те же самые буквы. Я, честно вам скажу, не хочу вас грузить и в ритм. Почему? Потому что нет времени у нас, если на каком-то семинаре встретимся, на какой-то поездке с Божьей помощью. Так вот, смотрите. Нега ионик. С одной стороны, контакт. Вот это близость. С другой стороны, наслаждение. В той же книге Цера наши мудрецы пишут прекрасную фразу. Они говорят, То есть, нет блага выше, чем онег. Нет блага выше, чем наслаждение. Я сейчас переведу это на наш язык. И нет зла выше, чем нега. Что такое нега? Вот такой болезненный контакт. Обычно нега на святом языке переводится как рана. Как, знаете, больно рани человека. То есть, на простом языке нет блага выше, чем человек, который наслаждается. Дамы и господа, пишет наш великий, величайший, на мой взгляд, лучший коучер в мире. Это великий Соломон, Шлема бен Давид. Книги которого бессмертные бестселлеры. На них фактически основывается. И на нем сейчас, знаете, на таком современном языке на нем делают деньги. Потому что берут его фразы, перефразируют и пускают это в интернет. Сегодня книги издаются. Так вот, он говорит, нет, для человека ничего лучше, чем пить и есть, и наслаждаться, и не забывать, что это все от Бога. Потом он пишет, и тот человек, который получает наслаждение и радость от своего труда, это подарок Бога. То есть, вы не представляете, что это за фраза. здесь, в книге Каббала, до него, это, я думаю, что эта книга была написана еще до тысячи лет до него, как говорят, написано, нет блага выше, чем наслаждение. Человек, который получает наслаждение от жизни, во-первых, это душа компании, во-вторых, это лучший компаньон, это лучший супруг или супруга. Человек, который наслаждение, это не только радость, это не только смех, это еще и некое отношение к любому положению, как к какому-то наслаждению, все от Всевышнего. И мы должны стремиться, это не то, что я такой, я стараюсь, вот это для меня тоже, как знаете, как девиз, стараться, нет блага выше, чем наслаждение, нет зла выше, чем нега. Что такое нега? Человек, который наносит боль, он может наносить боль своим присутствием, своей черной миной, своими словами, вот знаете, колкость такая, вот почему мы делаем утром умывение рук, мудрецы хасидизма объясняют, что на кончиках пальцев есть ногти, вот эти ногти в течение дня они колят, колят, и мы как бы этой водичкой снимаем спесь, вот эту, не колоть людей. Так вот, если он их наслаждение, это снятие границы, то есть ты снимаешь полностью границы, ты своим присутствием, своим поведением, своими словами, своей близостью, ты умеешь дотрагиваться, ты умеешь погладить, ты умеешь, у тебя есть подход к людям, естественно, подход к себе, ты как бы приближаешь людей, те же, кто обладает противоположным чувством, таким язвительным отношением, они естественно наносят обиду. Вот здесь мы видим с вами контакт, поражение, наслаждение, если мы берем с вами три, фактически, ну, давайте, мы говорим с вами слово, наслаждение, оник, три буквы, айн, нунгимен, и посмотрим, к ней это можно найти в аббревиатуре, в первой главе, потому что нас интересуется начало, смотрите, Рошишина это начало, что там у нас, книга Баришит начало, месяц Тишрей начало, и, и, осязание, близость, сексуальное, какая-то сексуальное отношение, пру, рву, плодитесь и размножайтесь, это тоже начало, мы с вами говорим только про начало, и вот, я хочу привести пример, и выходит река из Эдена для орошения сада, Лашкот это Гаг, мы берем с вами три, вот эти слова, Эден, Нагар, Ган, то есть, Эден это некий рай, такое, знаете, это наслаждение, потом, речка и сад, это три буквы, Айн, ну, гиммеш, образует букву ОНН, это наслаждение, мы с вами видим, что вот эта схема, она позволяет нам строить отношения с людьми, вот этот Эден, это начало, что такое Эден, Эден, говорят Ган, Эден и так далее, происходит тоже от слова на святом языке, которое называется Адинут, деликатность, мягкость, я всегда, ну, как бы, наставляя своих друзей, учеников, молодежь, которые там идут, куда-то там, нашедух, или там встречаются с людьми, и так далее, или в основном, в большем количестве супруги, всегда говорю одну вещь, Эден, то есть, рай, он начинается с деликатности, с мягкости, если человек грубый, неоттесанный, ну, как вам сказать, вульгарный, это есть, присутствует у любого мужчины, я точно вам говорю, у любого мужчины это присутствует, есть женщины, тоже такие, но в основном мужчины, то этот человек может, конечно, измениться, может, люди меняются, я говорю, что люди меняются, но нужно очень постараться, но изначально, конечно, одинут, вот это вот желание дарить любовь, оно орошает сад, выходит из Эдена, из деликатности, и оно орошает сад, Эден это некий объект, дарующий, река это духовное наслаждение в общении, которое передается ближнему, которое называется сад, теперь, почему вначале я подчеркнул слово Ташмиш, я извините, Мишуш, почему я сказал, я хочу было сказать на русском, осязание, смотрите, наши мудрецы называют сексуальные отношения очень скромно, они называют их Ташмиш, это происходит от слова Мишуш, осязание, и не случайно поэтому колено этого месяца, оно так и называется, Эфраим, от какого слова просвечуло имя Эфраим, от какого корня, пру, пра, пейрейш, то есть, помните, как Всевышний благословляет Хабу и Адама, или Адама и Еву, и говорит, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, Эфраим, откуда пошло имя Эфраим, вспомните, кто назвал своего сына Эфраим, Йосеф, Йосеф, который прошел тяжелейшую жизнь, я думаю, что первые 17 лет у него были очень тяжелые, имеется в виду и первые, и потом, но, конечно, потом было ему тяжелее в Египте, и когда он называет своего сына Эфраим, он говорит, Эфрани, Элуким, сделал меня Бог плодовитым, в земле чужой, то есть, есть некая земля, которую я не знал, и вот здесь Всевышний сделал чудо, Эфрети, прурву, это Эфраим, это единственное колено, которое напрямую говорит о контакте, ибо интимных отношениях, и так далее. Теперь представьте себе такой момент. Люди поженились, и не все так сладко. Оно может быть даже много лет не сладко, но всегда можно изменить. Еще нам, и господа, всегда, на любом этапе жизни, даже если все слишком зашло далеко, можно изменить. Роша Шана, я сейчас постараюсь поменьше духовных вещей, побольше практических. Роша Шана, во-первых, это старт, это начало. Знаете, когда ты начнешь сначала, начинаешь с начала, когда уходит уже дух прошлого месяца, сейчас наступает месяц, который называется Тишрей, слово решит, если ты меняешь буквы, решит это начало, и Роша Шана, и все это вместе, все эти начало, ты берешь себя в руки, забываешь, вот так проводишь, все, ты начинаешь все сначала. И когда супруги видят, что у нас нет наслаждения, у нас есть только нега, тяжелая нега, на русском это называется тяжелая ноша, или тяжелая язва, в переводе, нам плохо, мы согласны исправить это. И вот давайте посмотрим, насколько царь Соломон, почему я его беру к примеру, потому что это был уникальный человек, во-первых, он с помощью женщин, ну, я все, что я говорю, я отвечаю за это, я думаю, что с помощью женщин он стал богатым, он стал, я имею в виду на практике, смотрите, еще раз, он был мудрый человек, и ему Бог открывает какие-то секреты. Вот он, женившись на огромном количестве женщин, это не наш урок сейчас, про Соломон, так скажу, продвигается вперед семимильными шагами до такой степени, что он прожил всего 52 года. Я не смеюсь, он действительно был, умер очень молодым, 40 лет был царем, но я думаю, что там был год за пять. Поэтому действительно, за пять в плане насыщенной жизнью и так далее. И вот он вдруг, в книге Коэлит, это настольная книга, например, моя, он пишет, и нахожу я, что горше смерти женщины, потому что она западня, и сердце ее сети, и руки ее оковы, угодный Богу от нее убежит, а грешник ей попадется. Когда ты читаешь такие вещи, ты диву даешься смотреть, парень, который был женат, там чуть ли не на тысячи женщин, ну там четыре остальные были наложники, и так далее, парень, который, это были не просто женщины, это были женщины именитые, знаменитые, и он говорит такое. Видимо, значит, есть истина в его словах. Он изучил, кто подобно ему мог понять такое количество женщин, и великих, и чудесных, и знаменитых, и разных, и вдруг он говорит такое слово. Теперь мы посмотрим с вами сначала, просто чтобы успокоиться, и не приписывать нам, не дай Бог, царю Соломону, какие-то женоненавистнические, какие-то качества. Я просто хочу сказать, что он искал, один из комментариев говорит, что он искал сравнение с дурным началом, и нашел уникальное совпадение. Распутная женщина. Он называет просто женщиной, естественно, он не имеет в виду добрых, верных и порядочных женщин. И он здесь говорит, что один из путей вычислить проигрыш своего преступления, проигрыш своей жизни, это увидеть зло, распутной женщины, которая искушает мужчину. Знаете, на сегодня в мире нету силы больше, чем женщины. Во всех отношениях. Нету. Никакой наркотик, никакой алкоголь, никакое пристрастие, даже казино не может так работать, как женщина. И об этом пишет Соломон. Он говорит, смерть слаще ее, потому что смерть приводит человека из этого мира виной, облудница, захватывает его сердце и так далее. Руки ее, не совершая никакую работу, приводят этого человека в западню. Царь Соломон, естественно, говорит, что ее красота это такая западня, что человеку очень сложно вырваться. Не случайно горше смерти, давайте посмотрим это слово на святом языке, написано мар мимавет, горше смерти, то есть горечь. Мар это горечь. А горечь идет от чего? От смерти. Горше смерти. На еврейке написано мимавет, то есть от смерти. И человеку, который представляет наверху ту же, ему написано, что когда тебе уготован спутник жизни или спутница жизни, мы сейчас говорим о двойном, я сейчас вот я немножечко напоминаю про и мужчину, и женщину с двух сторон, употребляя или упоминая только женщину. Обратите внимание, горечь идет мимавет из смерти, от смерти. Наши мудрецы говорят, что человеку предоставляет ту жену, которая соответствует его Мазалью. Мазаль это отдельная тема, господа. Мазаль это, мы не будем на этом останавливаться, это может быть когда-то будет урок про Мазаль, я его раскрою немножечко больше, но скажу вам одну вещь, это некая судьба, давайте сейчас назовем это судьбой, хорошо? Хотя это более глубоко. Так вот, если он, этот человек праведник, никто ему посылает порядочную женщину. Если он нечестивец, то он попадется в ловушку. Поэтому слово мавет или ми мавет имеет такую аббревиатуру. Ми мавет. Тот не знает иврит, не обращает внимание, сейчас все скажет на русском. Мы берем слово от смерти или из смерти и делаем из этого аббревиатуру. Каждая буква соответствует этому предложению. Я скажу на иврите для тех, кто знает иврит. Ми иш мирма ва вла тифалтени. То есть от человека продажного и возвышенного, возвышенного имеется ввиду, гордыня у которого, спаси меня. То есть фактически тут намекает, что так же, как есть женщина горше, чем смерть, так есть и мужчины такие же. Поэтому женщина должна молиться и просить милосердия не посылать ей недостойного человека. Помните, как Лея вышла из этой ситуации. И сейчас мы с вами просто буквально в двух словах поймем. Представьте, человек женился и все у него идет. Мы должны понять, как вообще люди соединяются. Как люди соединяются в этом мире. Как это все происходит. Известно, что есть спор между мудрецами. Мудрецы говорят, должен мужчина свою жену ревновать. Почему? Потому что она ведет себя. Я имею в виду не про каждую женщину. Там особо просто используется именно женщина, которая ведет себя некак подобает. И вот Талмуд говорит от имени великого мудреца Шмуэль Бар-Рав-Ицкак, а тот приводит мнение Рэш-Лакиша, Рэб-Шимана Бен-Лакиша. Он говорит, человеку посылают с небес ту пару, исходя из его деяний. То есть вот заслужил, получил то, что заслужил, получил. Ты не можешь быть, скажем, злой на небеса, потому что то ему уготовано, то, что уготовано, то, что заслужил. Дальше. Мудрецы говорят, как такое может быть? Если ты, кстати, Ларис Шлакиш еще добавляет одну интересную вещь по поводу ревновать. Он говорит, не надо никого ревновать. Если у тебя жена, которая не очень хорошая, распутная, вообще тебя не устраивает, что ты должен сделать? Ты должен проверить себя, свои поступки. Согласитесь, очень феминистский подход. Я, кстати, меня называют здесь Марина Роща, в Москве феминистским раввином. Я считаю, ничего не вижу в этом зазорного. Я считаю, что женщина сегодня это величайшая половина мужчины, которая его исправляет. И поверьте мне, и вот насколько важнейший этот момент, говорят так, этот мужчина, он должен сделать чугу. Она увидит, что он делает чугу, и она тоже приблизится. И они исправят один другой. Другие мудрецы говорят, как же ты говоришь такое? Ведь написано в Талмуде, в трактате не да, что человеку еще за 40 дней до зарождения, смотрите, до зарождения, помните русскую фразу, советскую еще, ты еще в проекте не был. До 40 дней до проекта, до первого чертежа, так назовем, до до 40 дней, до этого выходит некое, знаете, что можно это назвать, даже в течение 40 дней становления зародыша, он представляет собой одну воду, и ничего более, вот эти 40 дней, на 40-го день уже живое существо. Именно тогда, до того, голос Небес, голос Всевышнего проразглашает, это принадлежит этому, у них еще нет имен даже, и их просто, вот извините, паруют, не знаю ли правильно я говорю эту фразу, все-таки Израиль немножко складывается на русском языке, много лет, 30 лет, но я скажу вам такую вещь, у нас есть две противоположные, с одной стороны, все уготовано с Небес, это одна из единственных, по мнению Каббалы, судьбоносная приговорная такая вот заповедь, ты имеешь в своем спутнике жизни, потому что написано Небесами, тут вдруг приходит, Греш Лакиша говорит, ребят, все по твоим деяниям, и очень коротко я вам скажу, может быть, когда-то посвятим этому урок, я вам скажу такую вещь, действительно, мы получаем нашу судьбу, но для того, чтобы ее получить, надо вести себя хорошо, поэтому иногда людям дают жену, которая не его, но они живут вместе, а иногда ему дают жену его, и все это очень сложно работает, очень тяжело, очень тяжело, Всевышний не подчинен времени, потому что время создания его рук, для Бога нет разницы между прошлым, настоящим и будущим, поэтому он знает, что будет так, или будет так, он знает непредварительное знание настоящее, у него это не в будущем, у него это в настоящем, поэтому он видит не то, что человек сам сделает, а сам человек выбирает по своей воле, зло или добро и так далее, вот наша недельная глава, уникальная сейчас в шаббат, то есть человек создает будущее, которое видит Господь, Бог видит все еще перед тем, как человек это сделает, и вот мы получаем некий исчерпывающий ответ, как же так получается, рамбам, говорит, что нету человека таких сил, чтобы постичь и познать намерения создателя, поэтому Талмуда остается в начале своего вопроса, как такое может быть, вот написано, что брак назначен небесами, это то, что нужно использовать, надо стараться делать нормально, мы сейчас не говорим про первый, второй и так далее, мы не будем сейчас про это говорить, но мы скажем одну вещь, вот смотрите, когда человеку попадается жена и он недоволен, вот обычно мы женимся на чужих людях, даже если два-три года ты живешь с женщиной вместе или она живет с мужчиной, когда они женятся по какому-то такому стечению обстоятельств, я не знаю даже как это объяснить, ну понятно есть некая туба, некий договор между ними, они становятся мужем и женой, и вдруг они другие, вот сейчас происходит некое разочарование, разочарование, потому что человек представляет себе свою жену, она представляет его, что-то совершенное, без малейшего изъяна, но потом человек вдруг начинает каким-то образом видеть, что все не так, и здесь нам Соломон помогает в двух стихах, вот что нашел я, сказала душа, то есть Куэлит, он называет ее душу Куэлит, он называет себя, как бы свою душу уже женского рода, он говорит, сочетая одно с другим, мы можем сделать вывод, то есть я нашел, что великий огромный счет, который человек пытается сделать, его великие планы, обычно мы начинаем с великих планов, глобальных и так далее, все начинается с одного, единичка, если человек умножает один, потом добавляет один, или умножает один на один, потом два, он получает огромный счет, и нас царь Соломон учит, что все начинается с одного, и человек перед тем, как решать глобальные вопросы или проекты, пусть начнет с одного, то есть не надо перепрыгивать, пусть он разделит все по полочкам и посмотрит, а теперь конкретно, пусть он представит себе, например, ту женщину, с которой вот сейчас он живет, или наоборот, он женщина, которая живет с мужчиной, пусть не рассматривает его глобально, он ужасный, он плохой, а посмотрит, отдельные части его, и она его, а он ее, и он видит, что вот этого вот маленького, ну, дам вам простой пример, если в прекрасном, светлом помещении, где прекрасный воздух, вдруг бросит, ну, извините, что-то вонючее, маленький такой кусочек, он будет вонять на всю комнату, ты не сожжешь этот дом из этого маленького кусочка, потому что это маленький кусочек, ты, когда начнешь исследовать весь этот дом, ты увидишь, что вот он тут лежит, этот маленький кусочек, и вот Соломон говорит, не надо подходить ко всему глобально, сильно, проекты, а начни делить на маленькие кусочки, и ты увидишь, один, еще один, дает великий счет, не случайно он потом, мы с вами, вот кто соблюдает шаббат, кто старается, в пятницу вечера мы поем знаменитую песню, Эшет Хаэль Мейнца, это тоже Соломон, и он ее, если я не ошибаюсь, в последней главе книги-притчи, он ее пишет, Эшет Хаэль Мейнца, если кто-то переведет слово Эшет Хаэль, дословно, никто, литературно можно перевести из разной переводы, потому что Хаэль, это некая энергия, да, это солдат, называется Хаэль, Хаэль, имя Хаэль, Хаэль, Смотрите, Эшет Хаэль, это женщина совершенная, многие переводят так, и они, от имени царя Соломона, говорят, кто может найти женщину совершенную, он задает этот вопрос, не как определение, что, мол, я нашел, а вы еще нет, он говорит, ее никто не может найти, нету совершенства, совершенство в этом мире, это только Бог, он совершенен, и поэтому, если ты пытаешься ее найти, знай, что у тебя ничего не получится, следующий стих, я сейчас возвращаюсь к книге Коэля, всего лишь три стиха, смотрите, мы сегодня смотрим всего лишь три стиха, на них мы строим, вот сейчас весь этот разговор, чего еще искала душа моя, говорит Соломон, и не нашел я, мужа одного из тысячи нашел я, а женщины из всех этих не нашел, дамы и господа, я думаю, что мы это с вами по-своему, сейчас прокомментируем, вообще человек может видеть в Торе что-то свое, это не претит мудрецам, это не претит их комментариям, он видит какой-то жизненный урок важнейший, я вчера, позавчера, когда готовился к этому уроку, я попытался, изучая эту книгу, а я постоянно смотрю на нее по-другому, увидеть в ней что-то другое, Соломон часто в книге Коэля ведет речь от имени людей недостойных, недостойных, людей, которые ведут себя не так, он показывает нам, как не надо, и вот обратите внимание, что он говорит здесь, он говорит, что есть мужик, который, ну, не повезло ему с женой, у каждого, как говорится, может такое быть, ему не повезло особенно, ну, она с него просто, и вот он, говорит, что еще искала душа моя, не нашла, муж, один из тысячи нашел я, то есть я, он говорит, такой великий, один из тысяч людей, а жены достойные меня, не нашел, если вы будете интересоваться вот этими словами, это написано, если я не ошибаюсь, в книге Коэля, в седьмой главе, по-моему, так вот, обратите внимание, этот мужик, вместо того, чтобы что-то решить, попробовать, покопаться в себе, как пишет Рэш Лакиш, он говорит, я такой великий, и никого не нашел в мире нормального, Соломон показывает, ну, такого глупого мужика, который называет свою жену, там, распутной, пленящей, и так далее, знаете, он объединяет все эти фразы, говорит, все бабы твари, и ему досталась такая жена, и в конце концов вопрос, наводил ли он с ней контакт, с ее душой, может быть, у них все бы так получилось, и до сих пор получается, только телесные вещи, только какие-то материальные вещи, но нет контакта между душами, помните, в начале нашей беседы, что мы сказали, схема работает так, сначала речь, потом осязание сексуальности, ты должен сначала увидеть, есть ли у тебя с этим человеком контакт духовный, душевный, я сейчас не говорю даже, дамы и господа, ни в коем случае, никакой религиозной пропаганды, просто душевные вещи, какие-то внутренние, потому что, даже если в каких-то первых сексуальных отношениях, все отлично, все хорошо, все работает, но потом, когда ты, взрослые люди, когда ты уже потом каким-то образом устанешь, знаете, этот мир, он одноразовый сегодня, как стаканы, как вилки, сегодня весь мир одноразовый, помните, раньше штопали когда-то носки, маленькая дырочка, там мама штопала, а сейчас это выбрасывается, причем на уровне телефонов уже выбрасывается, уже мобильники выбрасываются, уже устарели, там вышел новый, и так это, все, человеку надоело, он пошел, пошел дальше, так он решает вопрос, поэтому здесь, этот человек говорит, что я такой великий, один из тысячи, а ты такая, раз-сякая и так далее, говорит нам Соломон, пусть он наведет контакт души, как сделать это, надо сначала у себя установить этот контакт, в той же книге Коэль, это уже в четвертой главе написано, «Вдвоем лучше, чем одному, ибо есть им плата добрая за труды». Комментаторы говорят, что вдвоем лучше, чем одному, это тело и душа. Более того, они продолжая говорят, один упадет, поднимется второй и поможет второму, первому, то есть, мы с вами видим, что когда работает только тело, это плохо, это несовершенно, или работает только душа, даже если работает только душа без тела, это тоже плохо, потому что тело должно быть, человек должен жить в этом мире, он не должен быть как картина, запереться в четырех стенах, кричать и орать, Бог и так далее, он похож на отшельника, и отшельников, как пишет Рамбам, как пишут многие мудрецы, не для этого Бог создавал мир, человек должен быть хороший, человек должен быть жизнерадостный, энергичный, но не забывать про душу, или наоборот, он должен быть духовный, но не забывать про тело, поэтому есть им плата за труды их, это то, что говорит Соломон на протяжении всей книги, человек должен найти связь между телом и душой, и у себя, когда это у него начнет работать, он должен навести контакт с супругом, или она с ним, или он с ней, и то же самое на работе, то же самое со всеми людьми, с кем мы контактируем, просто, с кем мы создаем некую связь, она должна быть не только материальной, она должна быть только работать с двумя вот этими, на двух рельсах идет поезд, а не на одном, и поэтому я, как бы возвращаясь к началу нашей беседы, хочу сказать, что хорошая шина, это очень хороший прецедент, очень хороший шанс сделать так, чтобы женщина была не только горше, чем смерть, но она была, должна быть лучше, чем жизнь, это очень важно, я прощаюсь с вами, дамы и господа, и говорю вам шалом, и дай Бог, с Божьей помощью, еще увидимся здесь, в эфире, шалом, шалом.